В эфире Крик Криминал Комментарий в студии Эдуард Бушуев. Здравствуйте! Сегодня в программе. Побой еще в долине смерти. Масштабную аварию устроил на трассе между Сыктывкаром и Эжвой водитель внедорожника. Как он объяснил свой лихой маневр? А могли погибнуть? Нелегальные покатушки на тюбингах решили устроить в Сыктывкаре. Тянет ли теперь на острые приключения? Не те времена. Скрасить длительную поездку алкоголем пытаются некоторые несознательные пассажиры. Знают ли, что пагубную традицию уже давно объявили вне закона? В Ухте полицейский с коллегами из ОФСБ по Коми выявили факт незаконного хранения немаркированных сигарет для продажи. Стражи порядка выяснили, что подозреваемый 52-летний мужчина доставлял безакцизный табак транспортной компанией, а складировал его у знакомого предпринимателя в магазине. Собственнику данного помещения, магазин продукта, получается, набережная нефтяника в дом 4, было предложено вскрыть двери складского помещения, от которого включение не имеется, отсутствует. Он добровольно вскрывает сам двери, чтобы предоставить доступ к данным помещениям и посмотреть, что там у нас находится. Внутри правоохранителя обнаружили больше 32 тысяч пачек сигарет различных марок на общую сумму 5,5 миллионов рублей. За хранение с целью сбыта крупной партии немаркированной табачной продукции Ухтинцу грозит до 6 лет колонии со штрафом до миллиона рублей. Сразу три крупные аварии, в которых пострадали люди, произошли в Сыктывкаре. Таксист попытался повернуть налево перед встречным автомобилем, но не успел. Такой же маневр позже повторил 18-летний водитель из Эжвы. Ошибка шофера-внедорожника привела к массовому столкновению с участием сразу пяти машин. За прометчивые действия автолюбителей в итоге поплатились люди. Кадры смес дорожных происшествий в материале Антона Булаева. Решил сэкономить время клиента, а вместо этого отправил пассажирку на больничную койку. В Сыктывкаре выясняются обстоятельства аварии с участием сразу трех автомобилей. Столкновение зафиксировала камера видеонаблюдения. Совершил маневр поворота налево на нерегулируемой перекрестке на улице Александра Католикова. Не предоставил преимущества в движении, в результате чего совершил столкновение с автомашиной «Лада Ларгус» под управлением водителя 72-го года рождения, который ехал во встречном направлении. После чего автомашина «Фольксваген Пола» совершила столкновение с автомашиной «Лада Калина». В ходе проверки выяснилось, разрешительных документов на частный извоз у водителя не было. Автомобиль не прошел обязательный для машины такси технический осмотр. Нарушитель признался, что видел встречную «Ладу Ларгус», но был уверен, что успеет закончить маневр. Похожую ошибку допустил 18-летний владелец «Лады» в Эжинском районе столицы. Выезжая с дворовой территории на главную дорогу, он не пропустил ВАЗ 13-й модели. Спутница виновника аварии получила различные травмы. Обязательного страхового полиса «ОСАГО» у молодого человека не оказалось. А это значит, возмещать причиненный ущерб в результате ДТП нарушителю придется из собственного кармана. Массовая авария с участием сразу пяти машин произошла в так называемой «Долине смерти» в Сыктывкаре. Водитель 1978 года рождения, управляя автомашиной «Санкьон», двигаясь в сторону Эжинского района на 12-м километре автодороги Сыктывкар-Эжинский район, не справился с управлением своей автомашины и выехал на полосу движения, предназначенной для встречного направления, где совершает столкновение с автомашиной «Цитроэн». Сразу же после этого автомашина «Санкьон» совершает также столкновение с автомашиной «Сузуки», от которого автомашина «Сузуки» выезжает на полосу встречного движения, где совершает столкновение с автомашиной «Хюндай Тюсон» и «Форд Фьеста». Предполагаемый виновник массовой аварии рассказал, его скорость не превышала 40 км в час. На скользкой дороге ведущую заднюю ось его внедорожника занесло. Он резко нажал на тормоз и пытался вернуть машину на свою полосу. Однако выровнять тяжелый рамный автомобиль и избежать столкновения ему не удалось. В ДТП пострадала пассажирка «Ситроэна». С сотрясением головного мозга и вывихом нижней челюсти 50-летнюю женщину госпитализировали. Недетские забавы. Катание на ватрушке возле проезжей части закончилось для двух жительниц Эжинского района Сыктывкара различными травмами. Стражи порядка устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло вечером 13 февраля во дворе дома 4 по улице Слободской. Момент наезда попал на видеозапись телефона очевидца этого инцидента. На записи видно, женщины вдвоем усаживаются на детский тюбинг и съезжают с высокой горы. В этот момент, ничего не подозревая, внизу по дороге движется серый Джилли Кулрей. Водитель кроссовера, видимо, даже не понял, что произошло столкновение. Не останавливаясь, он продолжил движение и уехал с места происшествия. Позже одна из участниц столкновения, 37-летняя женщина, обратилась за медицинской помощью. По факту ДТП в полиции возбудили административное дело. Сейчас стражи порядка устанавливают личность водителя. Всех, кому что-либо известно об этом происшествии, силовики просят сообщить по указанным на экране телефонам. Решили расслабиться во время путешествия в вагоне, а затем в алкогольном дурмане наговорили и натворили лишнего. Усть-Умский суд вынес приговор двум женщинам, которых за неподобающее поведение транспортные полицейские принудительно сняли с поезда на станции Микунь. Всего подобных случаев в Коме в прошлом году было 10. Три из них с представительницами слабого пола. Почему чревато выпивать под стук колес, расскажет Дарья Волокжанина. Десятый раз повторяю матом, здесь не надо уходить, вы находитесь в общественном месте. Поезд Сыктывкар-Усинск. Пассажирка плацкартного вагона Татьяна Молчанова, которая решила немного принять на грудь и провести приятный вечер в компании знакомого, никак не рассчитывала нарваться на полицейский патруль. Его на станции Микунь вызвал начальник поезда, который не мог допустить распитие спиртного в общественном месте, особенно при детях. Стражи порядка попросили предъявить документы. Когда нетрезвая дама наотрез отказалась, потребовали пройти с ними в отделение для составления административных протоколов. Да никуда я не буду ничего одевать, я поеду дальше, а не в маршруты. В смысле, не тяни время, ты ведь что, дурак, что ли? Дитё дома нахуй ждёт, а ты сидишь так в ***, и я тебя задерживаю за что? За то, что я выпила, а ты ниже не пьёшь? За ваше поведение вы задержаны. За какое поведение? Я могу себя вести так, как я считаю нужным. Это вы дома можете так вести себя, а не в общественном месте. Покажи сначала. Это всё объясни. Нет, объяснишь, что я сейчас на месте. Ни уговоры, ни даже угрозы со стороны попутчика выполнить законные требования полицейских на женщину никак не действовали. За что? За свой словечный понос. Попытки всячески затянуть время сборов под предлогом переодеться в другую одежду, обуться, вызвать скорую помощь из-за боли в спине успехом не увенчались. С поезда нетрезвую пассажирку сняли принудительно. Да не трогай меня. Не прикасайся ко мне. Я вообще не трогаю. Я подам в суд. Самостоятельно выходим. Если ты ко мне ещё раз притронешься, я преподам в суд. Это ваше право. Выходим быстрее, девушка. Это ваше право. Всё, вперёд успеем. Оба-два вперёд успеем. Вещи ваши? Вещи ваши? Вперёд, я сказала. Вперёд. После того, как сотрудники полиции в итоге применили к ней физическую силу в рамках федерального закона о полиции, при выходе из вагона она одного из сотрудников полиции пинула ногой. В результате чего сотрудник полиции, находясь на ступеньках, мог, соответственно, упасть с поезда. Удар был болезненный, как пояснил потерпевший, соответственно, причинил ему физическую боль. Когда по факту публичных оскорблений и причинения насилия представителям власти возбудили уголовное дело, Татьяна Молчанова полностью признала свою вину и извинилась перед полицейскими. По её словам, она просто не хотела, чтобы её высаживали из поезда и оформляли административные штрафы. Усть-Вымский суд на первый раз строка наказывать женщину не стал и назначил ей штраф в 30 тысяч рублей, который придётся выплатить в течение полугода. По такому же пути районная Фемида пошла в деле другой пассажирки Кристины Селюк. На той же станции МИК у неё высадили из поезда Сыктывкар-Санкт-Петербург. Началось всё в поезде. Женщина употребляла спиртные напитки. Начальником поезда в соответствии с актом ей было отказано в дальнейшем проезде. Вызвали сотрудников полиции. Ну, в ответ на законные требования о том, что ей необходимо выйти с поезда, женщина начала возмущаться и начала пинать ногами сотрудника полиции. Несмотря на наличие двух малолетних детей за оскорбление полицейских и причинение им насилия, Кристину Селюка штрафовали на 50 тысяч рублей с расстрочкой погашения на пять месяцев. Приговора на обжаловать также не стала. Ежедневно в дежурной части полиции региона обращаются граждане, у которых похитили деньги с банковских карт. Случаи бывают разные, но чаще всего потерпевшие не соблюдают элементарные правила безопасности при обращении с электронным кошельком. Как обезопасить пластиковый накопитель от преступных посягательств, в рубрике «Полиция сообщает» расскажет представитель МВД Виктория Марохина. Почти у каждого жителя республики имеется банковская карта, даже у детей. Это очень удобно, не нужно возиться с наличкой, занимает мало места, все операции отслеживаются. Но порой люди забывают, что электронный кошелек притягивает к себе различных злоумышленников. Мошенники, как и прежде, главная угроза для держателей карт. Стать жертвой обмана может каждый. 27-летний сыктывкарец бронировал билет на автобусный маршрут «Сыктывкар Котлас». Выбрав дату и время поездки через мобильное приложение, мужчина получил в мессенджере ссылку для оплаты. Потерпевший ввел реквизиты банковской карты, и в этот же момент с электронного кошелька исчезли все накопления. Необходимо помнить, что заказывать билеты и оплачивать поездки можно только на проверенных сайтах. Никогда нельзя переходить по незнакомым ссылкам, и тем более нельзя вводить данные банковских карт. Запомните, что реквизиты электронного кошелька – это конфиденциальная информация, и она предназначена только для вас. Если данные хотят получить третий лист – это мошенники. Потеря карты – прямой путь к хищению финансов. Житель Заполярья обронил кредитку на улице, а нашел ее ранее судимый мужчина. Злоумышленник решил не возвращать карту владельцу, приобрел алкоголь и продукты питания. Если вы потеряли карту, сразу же ее заблокируйте. Нашедшим электронный кошелек напоминаем, что оставление себе найденного платежного инструмента, тем более списание с него финансов, будет расслаблено, как кража, за которую предусмотрена уголовная ответственность. Утерянную карту стоит отнести в банк, который уже свяжется с хозяином утерянной вещи. Многие родители приучают подростков к пользованию банковскими картами и финансовой грамотности. Здесь стоит быть крайне осторожными. Прежде чем доверить ребенку платежный инструмент, научите чада правильному обращению с ним. Установите лимит на траты за сутки. Даже если школьник потеряет карту или станет жертвой мошенников, потери будут минимальными. Развитие технологии идет семимильными шагами. Еще недавно мы оплачивали покупки наличными. Сейчас активно пользуемся банковской картой, телефоном, часами и QR-кодами. Но, как и раньше, безопасность наших финансов целиком и полностью зависит от нас. Очень бережно относитесь к платежным инструментам и ни в коем случае не передавайте их третьим лицам. Как зеницу ока, охраняйте и конфиденциальную информацию о ваших счетах. Только так вы сможете противостоять мошенникам и ворам. На этом выпуск завершен. В студии был Эдуард Бушуев. Наша программа не только на страничке ВКонтакте, на сайте yurgan.rf. Теперь мы в прямом эфире еще и в видеохостинге Рутуб. Следующий обзор криминальных событий вы увидите в пятницу. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова